Я впервые Яшину увидел в сентябре 54-го года, мне еще не было 9 лет, в Москву приезжала с товарищеским матчем сборной Ганрии. Ура закончилась в ничью 1-1. Это была для Яшина премьера. Лев Иванович очень был дружен с дядей Валей Кузиным, который был первым олимпийским чемпионом по хоккею в картины Дамбетса. И у них была одна страсть, страсть к музыке. И они постоянно после этих поездок, после турниров, они привозили пластинки. И вот тогда я, помню, слышал впервые по самомуча и Истамбулу, Константинополя, потому что это были пластинки, которые вот только-только, так сказать, как горячие пирожки появились на европейской сцене, на европейской эстре. Меня поражало, что человек с такой всемирной славой был воплощением такой очень доброй простоты. И разговаривали такой, манера разговора, которую я часто слышал у старых футболистов. Это была такая немножко другая речь. Просто какая-то тональность разговора. Я слышал ее от своего отца и от каких-то его друзей из спорта. Аркадий Иванович Чернышов, например. Штрафные там отрабатывали. Ну и когда все это закончилось, и нужно было собрать мечи, мы стали на пальцах выбрасывать, кто соберет и понесет. Ну пока мы занимались гаданием, настолько увлеклись и увидели, что мечи собраны, и Леонид Иванович на плечи мечи и пошел. Мы в догонку за ним отобрали принцип сохраниться, что ничто не может унизить, и какая работа. Лев Яшин ломил мечи с легкостью. Он даже относился как-то свысока на попытке забить ему. Всем мир он говорил, не тратите время, все равно не забейте гол. Я поймаю мяч в любом случае. С профессиональной точки зрения он видел все поле. Он видел все поле, и как только ты зазеваешься при оборонительных действиях и упускаешь своего соперника за спину, обязательно от него шел подсказ. Это уникальные качества, которые, наверное, сегодня и у многих вратарей есть. Это был страх. Страх перед вратарем, против которого я стоял. Мне было, наверное, всего 22 года. Тот миг, когда я стоял перед ним, и мы смотрели друг на друга, я запомнил навсегда. Я тогда совершенно не был уверен в себе. Ему должны были привести эту звезду героя. И вот на сохранившейся фотографии Озеров еще не успел сесть на диван, и вдруг Яшин наклонился ко мне. И сказал, А зачем она мне это видала? Я же понимаю, что я ухожу. Ты, я, жена, не тешь таланта, Когда под изумленный пул В гранитной грации и газа Штрафную он перешагу. В гранитной грации и газа Т velocidad мой в виде Новосибирск Кортофилик